Всем привет! На этой неделе было очень много новостей из двух городов – нынешней столицы и бывшей. Президент Казахстана раскритиковал столичную администрацию и фактически поставил ультиматум Акиму – Женису Касымбеку. Если он за год не сможет улучшить ситуацию в Астане, то, скорее всего, долго он на своей должности не продержится. О претензии к главе Алматы Ирбулату Дусаеву высказывают уже люди. В основном автомобилисты, которые из-за масштабного ремонта дорог часами стоят в пробках. Сейчас обо всем поговорим подробнее. Поехали! Совсем недавно страна отметила День столицы. И в своем поздравлении Касымжамар Тукаев назвал возведение Астаны одним из самых значимых событий в истории независимого Казахстана. Но путь не был гладким. И спустя неделю президент назвал все ошибки, которые были допущены управленцами главного города страны. Это проблемы с тепло- и водоснабжением, точечная застройка, ЛРТ и многое другое. Тукаев уже не в первый раз уделил внимание недавнему дефициту воды. Тогда дело доходило до того, что люди перекрывали дороги и выходили на митинги. Аким Женис Касымбек недавно отчитывался, что в Астане запустили новую нитку водопровода и давление воды в домах увеличилось. А до конца лета заработает новая станция питьевой воды. Но, как мы уже говорили ранее, это временное решение. Президент заметил, что столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Любая авария надолго оставит людей без воды. А с учетом того, что население столицы постоянно растет, воды там хватит максимум на два года. Так что времени у чиновников в обрез. А кто виноват? Процитируем Тукаева. Сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Состояние городской инфраструктуры не выдерживает критики. Сейчас местным властям приходится в пожарном режиме строить новые водоводы, станции, энергетические объекты и очистные сооружения. Тукаев обратил внимание, что он ставил задачу до конца года запустить две газовые тепловые станции и первую очередь ТЭЦ-3. Но работы на этих объектах ведутся крайне медленно, а на некоторых из них не ведутся вообще. Причем, даже если новые объекты будут введены в эксплуатацию, они перекроют дефицит лишь на ближайшие пару лет. Несмотря на это, в Астане продолжают возводить миллионы квадратных метров жилья. Хотя уже сейчас становится понятно, что их не получится обеспечить теплом. Очевидно, что этим занимаются люди, не имеющие должной квалификации. Вот еще одна интересная цитата президента. «Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия. В столице ТЭЦ возглавляют юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие». Сама по себе точечная застройка – тоже большая проблема. Жилые комплексы появляются там, где должны быть парки, школы и детские сады. Качество строительства также вызывает вопросы. А еще никуда не делась проблема дольщиков. Их уже 4 тысячи, и они не могут заселиться в свои квартиры. Президент поручил завершить строительство 16 долевых объектов уже в этом году. В итоге Тукаев дал Касымбеку один год на улучшение ситуации в городе и пообещал, что эта работа будет находиться под его личным контролем. Наверное, стоило бы ставить такие же жесткие рамки и предыдущих Акимов столиц. Ведь на этом совещании немало ко мне улетело и в их огороды. Впрочем, претензии у президента были не только к Акимату. Свою порцию критики выслушал министр цифрового развития Багдад Мусин. Несмотря на то, что Астана считается региональным IT-хабом, проблемы наблюдаются на самом базовом уровне. Это низкое качество сотовой связи и нестабильный интернет. При этом Мусин нашел, что ответить. По его словам, у этих проблем всего две причины. И первая из них – это радиофобия среди жителей столицы. Выражается она в том, что они не разрешают ставить на крышах их домов базовые станции. Всего в городе 67 таких локаций. По половине из них вопрос удалось решить. Остальных людей пока не удается убедить в том, что станции безопасны для здоровья. Также на стороне радиофобов закон. Сейчас, если хотя бы один жилец во всем доме подат жалобу, то станцию демонтируют. Скорее всего, решать проблему придется по-другому. То есть менять закон. Предполагается, что для того, чтобы снять с крыши оборудование, нужны будут голоса половины жильцов. Ну а вторая причина банальная – низкие тарифы. И здесь действительно интересная ситуация. В прошлом году Казахстан вошел в десятку стран с самым дешевым интернетом. В СНГ тарифы ниже только в России и в Кыргызстане. Вместе с этим растет и потребление интернета. Мобильные операторы отчитывались, что за 2021 год объем трафика вырос на 20-30%. Мы входим в топ-15 стран по потреблению мобильного интернета. В год на одного человека приходится 14,4 гигабайта, что на 46% больше среднего значения в мире. В общем, и здесь все снова упирается в деньги. Кажется, в этом году подорожают не только коммунальные услуги. И, как всегда, здесь остается главным вопрос – насколько реально повысится качество интернета и сотовой связи, если тарифы станут выше? И какие планы у министерства и операторов в других городах? Многое из того, о чем мы говорили в этом выпуске, актуально практически для любого другого региона. А где-то эти проблемы еще более острые. Но они не всегда вовремя попадают в фокус внимания чиновников. Правда, если мы говорим о Балматы, то здесь ситуация другая. И все, что происходит в бывшей столице Казахстана, попадает в СМИ и активно обсуждается в соцсетях. И самая популярная тема последних дней – дорожный ремонт. В июне на проспектах Аль-Фараби и Абая начался плановый ремонт. В городе тут же образовались длинные пробки. Если раньше на дорогу у людей уходило полчаса, то теперь в некоторых случаях уходит час или даже больше. В принципе, подобная ситуация не редкость, но нынешние дорожные работы сильно отличаются от тех, что проводились в Алматы раньше. Во-первых, ремонт идет очень медленно. Если раньше один участок дороги успевали сделать за сутки, то сейчас он может быть закрыт несколько дней. Поэтому сроки сильно растянулись, и Акимат говорит, что полностью работы будут завершены только к осени. Ремонт сделают на 15 магистральных улицах. Получается, придется потерпеть еще месяц-полтора, но почему так долго? Оказалось, что Акимат решил применять инновационные технологии. Если раньше при укладке асфальта использовался обычный битум, то сейчас начали применять полимерную основу. Чиновники утверждают, что это позволит увеличить межремонтный срок в два раза – до 10 лет. Звучит хорошо, но минус этой технологии в том, что используемый полимер должен застывать в течение полутора суток. Поэтому участки дорог закрывают на такой долгий срок. Недовольство алматинцев проявлялось везде. В эти дни своеобразной соцсетью стали даже карты для навигации с возможностью комментировать ситуацию на дорогах. И если в первое время там было много юмора, то с каждым днем ситуация становилась все менее смешной. Многие вспоминали петицию за отставку Акима Алматы. Под ней, кстати, уже отметились более 60 тысяч человек. Причем Досаеву в петиции припомнили также замену бордюров. На последней встрече с жителями Бустандыкского района Досаев принес извинения всем жителям и ответил на претензии. «Не только жителям Бустандыкского района, но и всего Алматы хочу принести извинения от себя лично и от лица Акимата, если кому-то мои решения принесли неудобства. К сожалению, вопросы, связанные с развитием больших мегаполисов, не только Алматы. Они связаны именно с приведением в порядок дорожной инфраструктуры. Почему в этом году мы начали ремонтировать сразу две магистральные дороги? Альфа-Раби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая с 2012 года. Хотя обычный межремонтный цикл состоит от 5 до 7 лет. То есть по Альфа-Раби мы пропустили уже два цикла. По оценке специалистов, если бы мы эти дороги не сделали, то зиму мы не пережили бы». А что касается бордюров, то здесь Досаев пояснил, что у обычных бетонных бордюров срок жизни всего 5 лет. Есть также гранитные, они служат по 15 лет. При этом все эти бордюры, как оказалось, не меняют, а вынимают, приводят в порядок, выравнивают и устанавливают обратно. По словам Акима, под замену пошли только 3% бордюров, если говорить о проспекте Альфа-Раби. Все эти объяснения можно принять. Если все пройдет так, как обещают Досаев, и к осени город получит обновленные магистральные улицы, которые не нужно будет ремонтировать 10 лет, то нынешние претензии скоро забудутся. Но алматинцы знают, что может помешать этим планам. В начале года было озвучено, что в Алматы наблюдается высокий износ сетей. В замене или ремонте нуждаются более 50% водопроводных и канализационных труб и более 60% теплотрасс и электромагистралей. В планах снизить уровень износа на 15% до 2029 года. И здесь большой вопрос, а что будет с новым асфальтом? Казалось бы, это очень просто – согласовать график ремонта дорог с коммунальными службами. Но на деле очень часто случается, что трубы меняют на уже отремонтированных участках, после чего их снова закатывают асфальтом. Причем не всегда качественно. Если вы алматинец, то наверняка знаете немало таких примеров. И второй вопрос, почему асфальт в Алматы начали менять на тех улицах, где он и так был в относительно неплохом состоянии? Особенно если сравнивать его с теми улицами, где его вообще практически нет, и люди там ждут хотя бы какого-нибудь асфальта. Пусть даже и не инновационного. В интернете каждую весну и осень всплывают фотографии из отдаленных районов города, где в грязи застревают даже автобусы. На некоторые улицы Ахимат обращает внимание, но обычно это случается после того, как шум поднимется в соцсетях. В общем, по обоим городам – и Астане, и Алматы – есть претензии. В этом выпуске мы упомянули только часть из них. Их регулярно озвучивают люди, и если на них не реагируют местные власти, то вмешивается президент. По-другому у нас в стране, к сожалению, редко когда получается решить проблему. Пишите, какие еще вопросы вас беспокоят в своем городе. Надеемся, что их тоже когда-нибудь получится поднять на высоком уровне. А у нас на этом пока все. Увидимся через неделю. Всем пока.